Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И жизнеподатель принесились в нас И очисти нас от всякой скверны И спаси благой души наши Господь наш и Бог, Иисус Христос, молим Тебя Благослови наше занятие, не допусти нам уклониться Ни направо, ни налево от истинного понимания смысла Дай все услышанное на занятии запомнить Дай веры Евангельской, Господи, единомыслия Благодарим Тебя, Господи, за тех людей, которые сохранили Слово Твое, донесли до нас за переводчиков Священного Писания, за наставников, за проповедников, за учителей Слава Тебе, Господи За эту возможность, за это тихое и мирное время Слава Тебе Тебе же честь, поклонение Отец, Сын и Святой Дух Аминь Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Аминь Мир всем Сегодня 21 февраля 2020 год Первое послание к Коринфянам, 9 глава 26 И потому я бегу не так, как на неверное Бьюсь не так, чтобы только бить воздух Толкование Что это значит, как на неверное? Есть и есть матрасы То, что я все делаю с целью, когда обрезываю Так, еще раз То, что я все делаю с целью, когда обрезываю, когда стригусь И ничего не делаю без мысли и без цели, как вы Ибо какая цель есть и доложертвенная, когда другие погибают из-за этого Решительно никакой Посему, делая это без разумного основания, вы бежите на неверное И без цели и напрасно, как превосходный учитель, апостол сам себя прямо выставляет в пример Я имею, кого поражать именно дьявола, а вы не поражаете его Но совершенство знания употребляете на суету Пожалуйста, вопросы Нет вопросов Да, все понятно, идем дальше Ну да А там Никита стоит, голова торчит за ним Первое коринфянам 9.27 Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным Толкованием Здесь указывает на то, что они преданы чревоугодию И извиняют оное под предлогом совершенства А я, говорит, переношу всякий труд, чтобы жить целомудренно Ибо усмиряю, глаза подбиваю, значит, бьюсь с телом Этим словом называются синяки под глазами, которые бывают от побоев Итак, апостол хочет показать, что борьба с природой – подвиг многотрудный Ибо тело, говорит, очень самовластно и сильно в противоборстве Поскольку же сказал «усмиряю» и упомянул о синяках То тотчас присовокупил и порабощаю, дабы ты знал, что тело нужно не уничтожать Но как раба своевольного укращать и подчинять Что свойственно господину, а не врагу Некоторые же думают, что это сказано в смысле более тесном Вместо «изнуряю голодом» Но такое мнение несправедливо, ибо тогда должно было бы стоять другое слово И через это возбуждает их к большей трезвости Ибо если мне, говорит, недостаточно для спасения проповедовать и учить Но нужно еще представить самого себя, беспорочным во всем Как же вы можете спастись одной только верой, когда вы служите столь многим страстям? Пожалуйста, вопросы Ну, вот я думаю и выяснилась причина, почему они ели идоложертвенное Ссылаясь это на свое совершенство Были чревоугодники Видимо, действительно, это мясо было дешевое Или там некоторые бесплатно, может быть, его раздавали И они совершенно забывали, что среди них есть немощные братья, которые соблазняются этим Может быть, не думали об этом, может быть, думали, да Махали рукой И апостол их упрекает, что они любви не имеют Один, значит, сразу же и жену бросить, я приеду Вот, ну и меня, как бы, смутило еще вот, что брат твой от этого погибает, если соблазняется Но впереди читаем, если идол в мире есть ничто Как же он погибает? От чего погибает? Кто может объяснить? Почему наш брат Сергей-то и голову потерял? Вспоминайте прошлое занятие Что оскверняется у этого брата-то? Не чрево, ибо ничто, входящее в уста, не оскверняет человека Но что оскверняет? То, что выходит Совесть, правильно, садись пять, как говорится Сергей Стушенко Вот, вспомнили Оскверняется совесть, ибо совесть его подсказывает, что этого делает Нельзя, нельзя служить двум господа Вот, а брюхо хочет Нет, утром, прямо утром мне как-то полегче У того брата, и у того тоже-то хочет Почему бы мяса на халяву-то не поесть Но он понимает, что этого делать нельзя А тот ест Больше шестнадцати ни разу не было И вот на сегодняшний день нам церковь так установила, что есть посты у нас Для усмирения и порабощения тела Вот, у сектантов этого нет Они говорят, а я верю, и все, и я уже спасенный Тело и посты они не соблюдают Как правило Показывать будешь Я сейчас, мы посмотрим, еще повыше Так, продолжим Есть вопросы по этому, может, замечания, рассуждения Ну, убрал Ну, сейчас он потом, рассуждения будут Вроде все Понятно Первое, к Карифонам 10.1 Не хочу оставить вас, братья, в неведении Что отцы ваши, отцы наши, все были под облаком И все прошли сквозь море Толкование Перечисляет, скольких даров удостоены были иудеи от Бога И объявляет, что и после этих даров Многие не угодили Богу Говорит же это с целью доказать, что как иудеям не послужило в пользу Получение обильных даров Тогда как сами они не выполнили своего долга Так и вам не принесет пользы то, что вы уверовали И удостоились духовных таинств Если вы не представите себя достойными благодатью Божией Все были под облаком Ибо Бог простер облако по кровам над ними И они прошли через море Исход 13 глава 21 стих 14-21 Давайте откроем, вспомним Господь же шел пред ними днем в столпе облачном Показывая им путь, а ночью в столпе огненном Светя им, дабы идти им и днем и ночью Исход 14-22 И пошли сыны Израилевы среди моря по суше Воды же были им стеною по правую и по левую сторону Для чего же апостол Павел вот это вот вспоминает Читаем дальше 1 Коринфянам 10-2 И все крестились в Моисея в облаке и в море Толкование То есть вместе с Моисеем были под сенью облако И вместе перешли через море И мы когда увидели, что он первый переходит Тогда и сами смело пошли среди вод Подобное сему и у нас Первый умер и воскрес Христос Потом и мы уже крестились, подражая смерти Подражая смерти его через погружение в воде И воскресение через восхождение из нее Далее он пишет Крестились в Моисея Это значит он предшествовал им в образе крещения Ибо нахождение под облаком и переход через море Прообразовали собой крещение Вспоминая место, то были образы для нас Написано нам наставление Для доживших до последних времен Это было прообразом крещения И как Моисей, да, первый прошел И они за ним, уверовав То, что море их не Не погубит Также и перед нами Умер и воскрес Христос И поэтому и мученики Веря в это, идут на смерть С верой в то, что Бог и их воскресит тоже Такая наша христианская вера православная 1 Коринфянам 10, 3-4 стихи И все ели одну и ту же духовную пищу И все пили одно и то же духовное питье Ибо пили из духовного последующего камня Камень же был Христос Толкование Как мы по получении крещения Вкушаем тело владыки Так израильтяне по переходе через море Вкушали манну Исход 16, 4-15 стих И сказал Господь Моисею Вот я одождю вам хлеб с неба И пусть народ выходит и собирает ежедневно Сколько нужно на день Чтобы мне испытать его Будет ли он поступать по закону моему или нет 15 стих Увидали сына Израилева и говорили друг другу Что это? Ибо они знали, что это И Моисей сказал им Это хлеб, который Господь дал вам в пищу И как мы пьем кровь владыки Так они пили воду из твердого камня Исход 17, 6-15 стихом Вот я стану пред тобою там в скале в Хариве И ты ударишь скалу и пойдет из нее вода И будет пить народ И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских Называют манну и воду духовными Потому что они хотя были чувственные Но происходили не по закону природы А по благости духа И питали с телом и души И приводили к вере Что касается пищи То не требовалось никакого подтверждения Ибо необычайность ее сама собой очевидна Но относительно питья нужно было подтверждение Потому что необычайен был только способ изведения оного Поэтому и говорит Не природа камня дала воду Иначе он источал бы ее и прежде Но совершил все иной камень Именно Христос Словом последующего Выразил ту мысль Что Христос всюду был присущ им И все чудеса совершал Но некоторые могут возразить Ну как же Христа же еще не было Когда Моисей из камня В воду Получил Ну вот тут и написано Последующего То есть в воплоте он был После того случая Как отец Невидимый Он В виде глаза Моисею Вот говорил Христос Не забывайте Говорил Я и отец одно То есть Бог троица Мы верим в трех лицах Вопросы Вопросы Игнарь Тихонич Что-то хотели Так Смотрим Так Читаем дальше Первое Карифонам 10.5 Но не о многих Из них Благоволил Бог Ибо они Поражены были В пустыне Толкование Хотя Бог Явил им Много знаков Любви И удостоил их Весьма Многих Благ Однако В большинстве Их Он Не нашел Угодного Себе Не благоволил Ибо Отвернуты Были Не все Но многие Словом Не о многих Выражает Ту мысль Что Множественность Их Нисколько Не послужила Им на пользу Когда Они Со своей Стороны Не явили Дел Любви К своему Благодетелю Словом Поражены Были Указывает На Внезапную Погибель Их И на казни Ниспосланные От Бога Вопросы 1 Коринфянам 10.6 А это Были Образы Для нас Чтобы Мы Не были Похотливы На Злое Как Они Были Похотливы Толкование Как Благодеяние Так И наказание Иудеев Были Образами Показывает Что Грешники Из Христиан Не Только Будут Наказаны Но Гораздо Больше Чем Иудеи Поскольку Благодеяние Сих Были Образами А Благо Тех Истина И Как В Дарованиях Преимущества На стороне Христиан Так И В Наказаниях В Словах Похотливы На Злое Говорит Вообще О Всяком Зле Ибо Всякое Зло От Похоти Иакова 1 14 15 Но Каждый Искушается Увлекаясь И Обольщаясь Собственной Похотью Похоть Зачав Рождает Грех А Сделанный Грех Рождает Смерть Потом Выставляет И Некоторые Виды Зла К Чему Ж Они Были Похотливы Они Требовали Чесноку Мясо Особых Богов Как И Сам Апостол Далее Указывает На Их Идолослужение Вопросы Первое Коринфянам 10 7 Не Будьте Так же Идолопоклонниками Как Некоторые Из них О которых Написано Народ Народ Сел Есть И Пить И Встал Играть Толкование Сначала Касается Тех Которые Ели В капищах И показывает Что Как Израилитяне От Чревоугодия Не спали Выдало Служение Ибо Ибо Составив Хоры Около Тельца Они Играли Пред Ним Так И вам По Чревоугодию Вкушающим Идоложертвенное Угрожает Опасность Сделаться Идолослужителями Где же Почему Твое Мнимое Совершенство Когда Ты Близок К Идолослужению Когда Ты Близок К Идолослужению Да Вопросы Вот Нам Толкователь Говорит Что Знали Что Идол В мире Есть Ничто Что Никакого Зла Не будет Ели Это Мясо И тут Же Они Оказываются Близки К Идолослужению И Опять Же Указывает На Чревоугодия А Это Похоть Похоть Рождает Грех Он Мясо Захотел Мог Бы Воздержаться Ради Брата А Не Стал А Почему Не Стал Чревоугодник Пузо Дороже Собственное Пузо Дороже Чем Соблазн Брату Нанести И Вот Когда Нужно Сделать Какой-либо Поступок Или Отказаться От Какого-то Поступка Всегда Нужно Задавать Себе Четыре Вопроса Что Об Этим Говорит Бог Что Об Этим Говорят Святые Отцы Что Об Этим Говорит Моя Совесть И Четвертый Вопрос А Не Подам Ли Я Этим Соблазн Вот Если Бы Эти Братья Совершенные Четыре Вопроса Себе Задавали Последнее Не Подам Ли Я Этим Соблазн Они Отказались От Мяса И Не Стали Бо Его Есть Апостол Да Да Временно Еще Или Вечное Первый Вопрос А Да Значит Пять Вопросов Получается Что Четыре Веду Правильно Только Нет Что Говорят Об Этим Святые Отцы Этого Нет Ну Да Если Можно Первый И вот С этим Со Святым Отцом Говорить Что Говорит Об Этом Библия Истолкованная Святыми Отцами Потому Что Библию Это Можно Перетолковать Так Что И Не Будешь Кушать Эту Свинину И Она Не Вредна И Все И Брат Соблазняется Так Он Сам Соблазняется И У меня Нет Мысли Никакого Соблазнять Мы Ем Себе Ем У нас Баталии Прям Были С Игорем Набуновым Как Он За Эту Свинину Прям Сцепился И Никак Не Хотел Отпускать Но Потом Все Так Слышал От Него Что Я Теперь Свинину Все Так Не Ем Слышал Что Он От Мяса Отказывался Не Пытался Отказаться Но Нет Вот Решимости Не Хватает Отказаться От Этого Мяса Ради Любви Брат Немощный Но Так Верит Что Только Овощи Надо Есть И Все Он Брат Несколько Лет Не Ел Игорь Дубунов Мяса Вообще Когда Рядом С Иначе Мясом Жил Несколько Лет Не Ел Вообще Мяса А Потом Решил Опять Ей Когда Уже Туда Домой К тебе Заехал Ну Вот Когда Наставник Рядом Есть Кому Подражать Хорошо А Когда Нет Уже Расслабляешься Виктор Савченко Тоже Не Ел Мяса Много Лет Он Женился Стал Мяса Есть А Че Видно Как То У У У У Происходит Я Мясо Всегда Ел Но У 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 Дай Бог БОГ От Куаса Отказался От Свинины Отказался Скоро Вообще Надуванчики перейдешь но вот есть еще такая категория людей вегетарианцы которые напрочь они прям от мяса отказываются и других осуждают за это бывает такое защитники животных в основном называют это грехом нет кушать мясо не грех кушать мясо на соблазн грех дома в тихушку пока никто не видит ну не грех да и точно потому что там писание на четко говорит есть такие люди которые будут запрещать вступать в брак и есть то что бог сотворил мясо это прям называется учение бесовская нужно быть осторожными не уклоняться ни направо ни налево далее апостол павел пишет 10 глава 8 стих не станем блудодействовать как некоторые из них блудодействовали и в один день погибло их 23000 толкование опять упомянул о блуде чтобы через постоянное обличение сделать слово свое более действенным этот грех также рождается от чревоугодия когда же погибло 20 когда же погибло 23000 когда по совету валаама жены мадиамские явились при ополчении завлекли к себе юношей и через блуд склонили их принесению жертвы вал фигуру и погиб народ находившийся в ополчении числа 25 глава с 1 по 9 стихи ну давайте прочтем вспомним числа 25 1 9 и жил израиль сетями и начал народ блудодействовать с дочерями маава и приглашали они народ к жертвам богов своих и ел народ жертвы их и кланялся богам и и прилепился израиль квал фигуру и воспламенился гнев господень на израиля и сказал господь моисею возьми всех начальников народа и по весь их господу пред солнцем и отвратиться от израиля ярость гнева господня и сказал моисей судьям израилевым убейте каждый людей своих прилепившихся квал фигуру и вот некто из сынов израилевых пришел и привел к братьям своим мадианитянку в глазах моисея и в глазах сего общества сынов израилевых когда они плакали у входа с кинии собрания финес сын или азара сына арона священника увидев это стал из среды общества и взял в руку свою копье и вошел вслед за израилетянином в спальню и пронзил обоих их израилетянина и женщину в чрево ее и прекратилось поражение сынов израилевых умерших умерших же от поражения было двадцать четыре тысячи коментарий игнатия лапкина проповеди современных пастырей не имеют себе соли никого не трогают поэтому никого и не врачуют не воскрешают необходимо через постоянное обличение сделать слово свое более действенным пожалуйста вопросы это говорит о том что учитель должен говорить со властью почему и говорили о господи что он говорил со власти нежели там книжники и фарисеи не приглашал народ и говорил вот да вот о власти священнической когда они московская патриархия вот сблудила с этим с кгб так скажем вот они у них эту власть выбили и вот этот корыстолюбие потому что ну кгбм стала платить они стали у них на службе жалование получать и потом то вот пасту чем если ее обречать так он обидится уйдет ему зачем священнику нужно количество народа чтобы больше людей в храм приходила чаще исповедовались чаще причащались чем народ чаще исповедуется тем больше можно как в кгб настучать на этих людей раньше так было я не знаю сейчас есть такой или нет и власть это священническая выбита у раньше у священника была власть христиане боялись быть отлученными от христа от причастия самое страшное наказание 5 мя это отлучение вот причастие сегодня никого не отлучает и 5 мя все сплошная экономия всех люблю никого не осуждаю у нас такой хороший хороший батюшка чем хорошего он даже никого не ругает никого не ругает никого не обличает естественно никто не исправляется естественно все ведут в погибель в ад вместе с батюшкой описание как говорит володя пащенко стих любимый чего он обратился пришел всеми обличаемый в общем попал все его стали обличать и он уверовал от этого истина с вами бог он уверовал в то что людям не безразличное вот это состояние греховное они этим самым проявляют свою любовь сегодня люди говорят раз значит он обличает меня но он злой вот игра тихонич игла подписывается игла слова как иглы вот это обличение но это такое так неприятно хочется в ответ тоже сказать такое обидное а потом когда помулишься по поразмыслишь господи да правду человек про меня сказал чего справляться надо исправляться то не хочется лень матушка обида накатит еще да здесь вот он со властью говорил и того блудника это тоже прям предать сатане тучка как как ты его придашь а вот так у него была власть апостольская он даже не был с ними но даже в письме чувствовался что власть слав подключишь юлию да да благодарю вопрос пожалуйста по прошлому если и мясо между есть то в чем соблазн брата а он то думает что нельзя он верит что нельзя что это грех и он смотрит на этого христианина еду вот раз он и из совесть его подсказывает что это грех он так видно он еще не перешел из этого состояния что это не грех он верит что и дала жертвенная и нечистая еще была чистая нечистая он ел овощи то есть он ну там спор тоже возникает о чем там речь там речь только обела жертвенном вот а но там и нет у меня юлии нету или да благодарю сейчас подключу но тут надо разобраться во что они те которые немощные они написано ели овощи то есть они мясо не ели почему они мясо не ели вегетарианство нигде в новом завете не заповедовалась что имелось ввиду они воздерживались от едола жертвенного написано не ели овощи не но это понятно сейчас наше время ну сейчас наше время но вот мусульманин если он узнает что ты свинину ешь допустим чатурлетки будешь не благословить вопрос ты свинину ешь ты говоришь ешь он даже разговаривать с тобой не будет ты уже не духовный ты он так он так научен с детства вот а если ты скажешь а я не ем свинину он сразу о брат он начнет уже к тебе расположенный быть уже а так ты вот своим свиноедением ты вот его можешь соблазнить вот этим вот как ты верующий свинину ешь да свинина же не чистое животное как ты можешь нечисто есть бог заповедовал свинину не есть в прошлом занятии тоже комментарий как а почему во второзаконии бог запретил свинину есть почему запретил давайте на этот вопрос ответить кто знает на своем про пути знаю одно что человек не евший мясо более энергичный и здоровее сейчас не об этом и об этом тоже в библии говорится мы сейчас говорим о грехе соблазна здорово когда человек ест овощи я по себе знаю когда пост у меня крылья пост заканчивается все я ленивый грузный все малоподвижный это понятно с этим не поспоришь отказаться от мяса решимости не хватает что оно вкусное чрево охота угождать но внутри сидит и хрюкает хочу мясо овощи вкусные вот угождаешь этому чрево так вот на чем вопрос то был в чем сейчас соблазн если мы едим свинину ну вот вот только вот касается вот этих вот сегодняшних мусульман их миллиард которых так вот научили что свинина это грех я отказался от свинины изначально тогда когда услышал что в нее бесов там христос бесов изгнал 2000 голов я сразу прям закрыл для себя тему свиних ну и параллельно у меня баранина отлетела с говядиной тоже но рыбку я ем ну а баранину то ты за что так прямо наоборот она всегда ассоциировалась агнец божий ты уж баранину не гнушайся понятно что раз туда бесов но вера в то что в свинье бесы это это как раз бесовское учение в новом завете что бог очистил того не почитай нечисто если ты свинину ешь с благодарением то что бог очистил того не почитай нечисто это по моему 1 тимофеев что 4 глава вот про учение это было почему нечисто это было с какой целью бог это сделал чтобы отучить еврейский народ им только такая цель-то и была и поэтому закалывали к примеру агнуса закалывали барашка чтобы отучить от того что это все и потому что в египте это было поклонение надо было отучить именно и поэтому был избран барашек также свинину там ели и вот от всего вот этого и все что делали эти язычники чтобы отучить бог поэтому и сделал поделил на животные чистое нечистое другого то смысла этом вообще никакого нет и уже в новом завете то раскрывается что все что бог создал все чистое то есть ничего нечистого не существует просто да вот мы как раз к этому пришли что бог разделил животных на чистое и нечистое для борьбы с идолопоклонство вот такая была задумка идея это была хорошая и ничего толку не люди они вообще не знают они то сами нарушают все что там написано потому что не нечистые животные это не только свинина но и многие другие и они это все едят и когда они предъявляют то что вы нарушаете ветхий завет они сами постоянно его нарушают понятно там заят кролик понятно и этот почему еще соблазнен допустим еще вино не пить тоже не грех ведь вино-то пить но ну для мусульман пить алкоголь это грех и поэтому вот допустим и игнать техник ягод не сажусь за стол там есть вино ну и пони вот мне допустим понятно вот его за столом мусульмане увидит а там вино значит он пил значит он это поддерживает все уже это как бы для мусульманина соблазн вот так если ведь да он так научен это лошай тайне а кровь она называется что это вот кровь сайтана и какой-то христианин на его глаза будет эту кровь пить это знаешь что там беса нет в этом вине что натворение боже но только не знает и ради него то по любви к нему тут воздержись от этого вината а потом самое главное не стоит это вообще ничего не стоит всего лишь то чрево свое по уменьшить то есть это вообще ничего не стоит никак на тебя не влияет абсолютно его ну апостол павла пишется многие воздерживаются от всего а вы от и доложертвенного не можете воздержаться ну и что что ты знаешь что никакого вреда этого и желтого не приносит ну ты знаешь молодец ты совершенный он немощный он еще не знает не дорос до твоего уровня но твое совершенство стало то вот этим как раз несовершенством ты любви к брату к этому не имеешь и он погибает от этого а как он погибает а то что вот он глядя на тебя начинает то же самое делает посты нарушать если допустим почему как бы посты никто не держит только никто их и не держит все вот брат говорит мусульмане они ничего не соблюдают все нарушают а почему а потому что кругом все такие а у нас от по милости божия вот такая община где все каноны церковные правила стараемся соблюдать соблазны горя через кого соблазн то есть он может и не хотел его соблазнить не было у него такой цели однако и вот апостол павел вот этих вот совершенных он и ущевает и мало того что среди них не просто там они были чревоугодник а еще и блудники потому что эти два две страсти они взаимосвязаны есть бог чревные подчревный бог говорю господи помил без бог с маленькой букву потому что ваш бог чрево написано этот бог он ему поклоняешься не имея любви к брату за которого умер христос потом по нам утверждает этих чревоугодник 1 коринфянам 10 9 не станем искушать христа как некоторые из них искушали и погибли от змей толкование намекает на то что коринфяне требуя знамений искушают христа первое коринфянам 10 10 не ропщите как некоторые из них роптали и погибли от истребителя толкование то есть от некой поражающей силы числа 13 37 чуть выдать опечатка числа 21 глава об этом говорить приводит пример этим намекает им на то что они среди испытания не имели великодушия но роптали говорили когда же придет счастье когда же минуют бедствия 1 коринфянам 10 11 все это происходило с ними как образы описано в наставлении она достигшим последних веков толкование устрашает их и в том случае когда это описано в наставление нам что и мы должны ожидать наказание и тем ужаснейших чем больших дарований мы удостоились и в том когда представляет им кончину века и объясняет что вас обнимут муки не временные но бесконечные после кончины ибо суд этот уже удвереет потому что оканчиваются веки мира сего вопросы да ну вот о этих змеях видимо в 14 главе 37 стих сестра нашла давайте откроем сии распустившие худую малу о земле умерли быв поражены пред господом то есть нужно нам и сегодня раз господь тех уже вы выведены из египетского рабства и вот за этот ропот не пощадил то пощадит ли вас соблазняющих братьев своих за которых умер христос своим чревоугодием своей невоздержанностью а страсть это вот чревоугодия еще горта на бесе это мы люди праву ели и не могли остановиться вот и когда уже желудок полный был они перо какое-то там в горло щекотали и выблевывали и все и опять продолжали вот эти пиршества безумие полное только чтобы свои прислушки язык языковые пощекотать не да тут но это безумие у римских патриции да это как это деяние называется знаешь нет не вот наверно вот какой-то вот эту чрево бесе или горта на бесе что люди пришли даже вот на то чтобы вот изрыгивать обратно поглощать блюд было бесконечно много и вмещало чрево а хотелось попробовать шведский стул для этого и придумали наверно я не знаю это вот когда много-много всяких разных блюд да 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 еда еда игнатий тихоныч давайте попросим пожалуйста я надену порошку я что сказать хотел много времени тратить на одном месте топчетесь я уже сколько раз говорил Вспомни, как шли занятия в университете. Чёткие границы знания. А дальше помолчите, опять то же самое топчитесь. Раза в четыре я посчитал время, не тратите зря. Второе. Почему тех можно было, если нельзя? А вспомни, вот видите, это Виктор Савченко играет, мое стихотворение. Сжатое условием запрета стали резать лжебогов. Это всё для Ветхого Завета с указанием на Христову кровь. У них там что, был бык? Дальше не поминается, а значит, вот эти, которые были, попадали под то, что запрещено. Видно, Игнатий Тихонович? Плохо видно, Володь, поправьте. У них в Египте были божества, которым, как вот у Венди, священная корова. Не прикоснись. А когда условием-то запрета стали, то нельзя, другой нельзя. Нельзя. А можно есть только то, что были быки. И они поневоле стали их резать и поняли, не какие они, а не боги. Это единственное толкование даётся. Не то, что они нечистые. Нечистого ничего Бог не сотворил. Всё прекрасно, всё чисто. А это в предведении уже было сказано, где они будут. Заранее Бог это назначил. И в нашей жизни что бывает, мы должны посмотреть, как это было, когда, с кем. Тут указывает, там же они роптали. Мусульман не миллиарда, а два миллиарда. Два. А христиан 2 миллиарда 200 миллионов. Такие данные дают. Не считал, но так, верю, что так и есть. Вот изучать Коран. Я вижу, что никакой нужды нету его. Я сколько времени потратил. А когда с ними столкнулся, в чатрулетки, я вижу, они не знают и не считают. На тысячу человек только один что-то немножко знает. У нас на 300 человек один знает. А у них на тысячу. Вообще не считают. Можно только на арабском, а арабские не знают. Переводы делать запрещено. Ему ничего не докажешь. Ему прямо надо говорить о Христе. Страшно упрямый, зацикленный. Поэтому ни одного изобретения, которым пользуемся сегодня, весь мусульманский мир не сделал. Ни одного. Вот и все. А почему? Зажатый, он знает кричать Аллах Акбар. Не покоряется, отрезать голову. Все, вера кончилась. Он знает сегодня один. А как в туалет ходите? А как в туалет ходите? То есть, ну, он знает, бумага не нужна. Я уж не говорю ему, чтобы у вас в пустыне-то никакой воды нету. Песком подмывались. Ну, не надо, он раздражается. В чем-то они правы. А тут конкретно, определенно. Евреи восстали против чего? Что поставьте стражу, чтобы этот обманщик не сказал. И тогда это последнее хуже первого будет обман. Ну, и все. Украли. Они не говорили, что его не распяли. Руки в крови были. А эти теперь через 600 лет говорят, а он и не умирал. То есть, сатана это тоже самый дьявол. Отец лжи бьет в одно и то же место. Поэтому с ними на эту тему не разговаривать. Прочитал места писания. Все. Не ставишь задачи сломить или как. И в оху смотрят. Я ему какой бы ни сурмин, аят не назвал, а он не знает. Я, говорит, считал. Ну, когда-то, а сейчас я не знаю. Один за другим идут. У меня сегодня была сестра Елена Гладыщук. Ну, я подумал, как-то они привязаны так к женщинам-то. Пусть она рядом будет. Мы сели. Сколько мы с ней были? Наверное, больше полчаса. Может, около часу. Никакой записи сделать нельзя. Как только он заходит, он глаза вытаращил на нее и все. Я ему говорю, он ничего не слышит. Он как заэкономтизированный. А почему? А так разбили. Сейчас четыре надо. Один сразу уже готов жену бросать. Где вы находитесь? Я приеду уже, прям тут же сразу берет за хобот. Они в этом не видят ничего. И поэтому какое изобретение, какое тут таинство. Говорить о рождении свыше проще бесполезно. Мы знаем, для нас это полезно. Бищ Божий пришел. И вот сегодня мы посмотрели. Ни один, я ему говорю, он даже не слышит. Он окостенел. Он сразу у нее как зазомбирован, уперся и сидит. А она кто вам? А сколько ей лет? Она только ответит этому. Другой точно такой же. Как на подбор. Поэтому ты ему за свидетельство и Слово Божие. И на этом до свидания. Отбивай. Все, переходи от стиха к стиху быстрее, раза в четыре. Пауза не нужна и здесь. Первая Каинфяна в 10-12. Пошло дело. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Толкование. Опять намекает на тех, которые много надмивались своим знанием. Хотя ты и думаешь, что стоишь, однако берегись, чтобы не упасть. Ибо сама твоя уверенность, что ты стоишь, показывает, что ты не стоишь. Тебе думается так, а на самом деле ты не стоишь. Но если и стоишь, то при гордости легко можешь упасть. Первая Каинфяна в 10-13. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил. Но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести толкование. Словами, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть, устрашил их. Между тем были такие, которые перенесли уже много искушений. Чтобы такие не сказали, зачем устрашаешь нас. Мы претерпели много искушений и не погрешили, говорит. Вас постигло искушение только малое и умеренное. Ибо малое повсюду называется человеческим. Потом опять утешает, убеждая и взирать на Бога, который верен, то есть истинен и не солжен. Ибо он обещал, придите, труждающиеся, и я успокую вас. Матфея 11, 28. Итак, он не попустит вам быть искушаемыми сверх ваших сил, но устроит так, что вас постигнет искушение, соразмерное с вашей силой. Даже и всякое искушение будет сверх вашей силы, если он не поможет и не сотворит облегчение искушения при искушении. То есть облегчение скорое и одновременное с приходом к вам искушения. Так что при скором облегчении оно сделается для вас сносным. Ибо сказал, даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. То есть искушение вам покажется легким и посильным. Вопросы? Час прошел, пожалуйста, задавайте вопросы. Игнатьев, я что-то не очень понял. Вы когда с Еленой Гладовичук ходили, мусульмане там западали на нее, что ли? Куда ходили? Они в театре рулетки сидели здесь. А, все, понял, понял. А ты думал, что они в мечель, что ли, ходили? Да нет. Нет, я думал, они там куда-то ходили и там просто мусульмане встретились. А. Вопросы будут? Я сегодня в визитке получил 50 тысяч штук. Кто помогал, спаси всех, Христос. Хорошие, красочные получились. Ты в чат рулетку выставлял картинку, написал. Как результат это, скажи? А у меня свет отключили, я с работы пришел, я еще не просматривал запись. Но я вчера вечером-то включил, и выражение лиц-то интересное. Обычно-то люди хотят человека увидеть. А тут картинка. И так некоторые вглядываются, вчитываются, некоторые сидят, ждут. Может кто-то там что-то скажет. А потом я, когда уже пошел собаку гуливать, я включил проповеди Игната Тихоновича. Думал, может если кто-то там увидит крест православные занятия, да послушает. Может и запишет скайп, да потом перезвонит мне или перенапишет. Ну пока никто не написал, что один день только. Но я думаю на ночь и сегодня опять включу. Почему нет? Пусть молотит, жалко Света что ли. Так что Игнатий Тихонович, у вас не получилось беседа в чат рулетки, да, ни с кем? Никак. Я думал, раз рядом будет у меня Елена, я говорю, ну они тогда лучше пойдут-то. А они никак. Заходят и ни одного слова не говорят, уставятся и молчат. Да бы один, а то подряд. Наверное штук 20 кадров и все одинаково. Загибнотизировали? Я такого не ожидал никак. А ролик выставите? А да какой ролик-то ничего записывать-то нечего? Вот были мы в больнице, я выставил уже. А тут что, выписывал-то ничего нет, он молчит, и все. Я спрашиваю, а он меня не слышит? Второй, третий, пятый, десятый, все одинаково. Она как будто бы загипотизировала их. Кобели, да? Игнатий Тихонович, вам надо с Надеждой Васильевной выйти попробовать теперь. Вопрос в трансляции. Раздает Наталья Степанова. Здравствуйте. А греховно ли получать удовольствие в жизни? Разные. От пищи, телесные, от общения с друзьями. И благодарить за это Бога. Как это совмещается с воздержанием? Спасибо. Написано, за все благодарите. Прославляется сердце радующееся. Апостол Павел в темнице пишет переписом. Тринадцать раз слово радуйтесь. Как считает, одной рукой прикованный к стене, а другой писал. Радуйтесь, еще раз говорю, радуйтесь. Вот ответ. Служение наше странное для людей, как можно этим отобрадоваться? Ведь для Бога. Вот у нас тут был один юноша, и он, я не знаю, кто у него там, бабка, или еще родственники, то ли не касались. Он один из-под нее выгребал, все, все абсолютно ухаживал. Я говорю, и как тебе, и как? Нормально. Нормально это у нас означает хорошо. Счастлив муж кроткой жены. Это счастье. Она не противоречит. Соломон знал, что говорил. Не просто она горши смерти, но она и счастливит мужа. Считаю, 30 глава притчи Соломона. Счисло дней его сугубое, то есть двойное. Ну вот, допустим, пример, я вот расширю вопрос ее. Ну вот, купить, допустим, торт, поесть вместе с близкими, вкусный, получить от этого радость и возблагодарить Бога. Как это, как это, как это, это грех или нет? Ну, у нас в Потеряевке пригласил он там один, кто строится-то, Алеша-то. Ну и стол накрыл, все хорошо, все, что говоришь, там было. Я за стол не сажусь. Вот была свадьба у Виктора. Я стоял у дверей, и все, я стоял, я присутствовал, я оказал им внимание, но он за стол не сел. А уже потом стали, когда кормить, вечером пришли, тогда пришел, пообедал. Уже не свадьба, ничего, а просто угощение. Я не могу объяснять свои действия, я знал, что мне нельзя. А почему? Пунктиром могу показать. Я не считаю за грех, но на столе стояло вино. Да как Господь сделал? Я не отрицаю, я просто воздерживаю. За грех я не считаю, ко мне претензий ни от кого нет. Но садиться я не буду. Так, вопросы дайте, время не тяните, спрашивайте. Вопросы есть, вы их бережете до чего-то, не знаю до чего. Ну, а с воздержанием, как это связано? Вторая часть вопроса. Удовольствие, воздержание, где вот эта край? У меня тысячи вопросов, а такого вопроса не было. Зачем Господь не сделал, как говорят, присоски на языке, чтобы мы ощущали? Нашел мед, ешь. Прямо говорится, но не присыщайся. Вот эти разные торты я не ем, вообще никогда не ем. Какое бы празднование не было, потом какое-то они делают такую затируху, там все, сметаны там много, я тоже не ем. Ем только то, что не смешанное. Как, я прочитал где-то у Гёте, немецкий. Не знаю, там сейчас уже не произнесу, как это. Ешьте несмешанную пищу. Несмешанную. Нельзя же указывать, не варите козленка в молоке матери. На все это такое. Я никому это не навязываю, но и не то, чтобы я воздерживался и было мне трудно. Я не буду по-другому есть. И угощать даже не надо. Не буду, и все. И когда садимся за стол, там что бывает, редко печенюшку какую-нибудь вижу уже, ну, такая своя. А так хлеб обыкновенный, черный, если есть. И они уже, сестры знают, что я мясо не ем, они там рыбный там плов делают, добавят. У меня один даже выговорил, вам лучше готовить, чем мне. Я не прошу это, ну и отказываться, у меня смысла нет. Всегда радуйтесь, все, что есть. Вот я все время ложюсь спать, уже помолились, я с постелью разговариваю, ну, моя постелька, кому ты достанешься? Сколько ты мне радости доставила. Я вот залезу с голубями, здороваюсь, пою им, а они слушают. Вышибло, все. Что можно сказать? Вышибло? У меня закачки никакой нету сейчас. Все закачал. еще могу сказать. нет. Нет ничего больше. по вере вашей, да будет вам. по вере вашей, В отношении чего сказал надо смотреть, а не просто во всем. Вот именно в этом тоже, тем более. То есть прыгнешь, если с пятого этажа, и по вере, то, что ты не разобьешь, то не разобьешь. так? По вере вашей, да будет вам. Это как раз он сказал про здоровье. Потому что телесное здоровье. Тем более. Вы такие вопросы задаете, как будет иногда, как будто это вообще ужас какой-то. просто придираетесь. Хотите оправдать себе ложным причем. Вот Игнатий Тихонович ест морковку для зрения. Он верит, что она помогает ему для зрения. Но она реально помогает. Но он бы ел землю, например, как вот есть женщина, которая землю ест. Она верит, что она ей помогает. Но ты же не знаешь, что это здоровое питание или еще что-то. Значит, что это здоровое питание. Это по вере вашей да будет вам. Да, но вам же говорит Вячеслав, что не везде применимо это выражение. Так же, как вы судите. Ну, будете. А это как раз много здоровья было применимо в Евангелии. Вы как будто вот первый раз Евангелие открыли и не знаете этих слов, где оно было применимо. Не искушай Господу Бога твоего. Вот на это только можно что сказать. Ну, вот поэтому и сказано по вере вашей да будет вам. Вот верите вы, вот что вот так вот вам будет. Вот и не искушайте. Значит, вот у вас такая вера. Ну, давайте дальше вопросы. Тут бессмысленно. Ну, да, действительно бессмысленно. Раз вы так говорите, что бессмысленно, то действительно бессмысленно. Тем более бессмысленно, раз вы так говорите. Роман, остановись. То есть, я должен один остановиться, ну, хорошо, ладно. еще нету. Между собой пикируется. Ну, вот вопрос к этому. Роман не может остановиться. Это от гордости? То, что брат Роман приводит в место Писания, это говорится о слепых, которых Господь исцелил. Там говорится, что верят ли они в то, что Господь их может исцелить. И они исцелились. То есть, по их вере. Вам будут вопросы, задавать, и вы будете отвечать. Это значит, вы не можете остановиться, или вы просто придираетесь. Это товар Роман интересный. Игнать Тихонович, тут люди спрашивают, а поститься вообще, ну, круглый год. Такое вообще, есть такая практика в церкви, святые отцы, кто-то этим занимался? Ну, вообще навсегда объявляют себе пост постоянный. Сколько хочешь навалом. Та же Мария Египетская, да? Да, Мария Египетская, это отдельно, ее даже брать не надо. Это случай единственный такой был. Были такие, которые не вкушали, даже на Пасху масла растительного не разрешали себе, пасхальный день на розговаривание. А уж про другое не надо говорить. Правильно, неправильно, а это их выбор. Они показали пример. Вот Паисий постился, не пил и не ел 70 дней. А Христос и Моисей по 40 дней. По 40 дней были женщины, которые не пили, не ели. И остальное время держали пост. Хотя один или самый грозный пророк Илья, он вкушал мясо. Какое оно было мясо там, жареное, нет, ему ворон приносил, а ворон-то мясо ест, почему он его не съел? По велению Божие выполнил. Да, это были. Как говорят, всякого жито по лопате. О чем бы ты ни спросил, в житиях это было. А пост во вред может быть? Во вред? Конечно. Любое дело. Ну, когда собрались брать этого Антония, то спрашивали, что самое важное. Ну, один говорит, молитва, а другой пост, третий милостыни, четвертый, еще что-то. Пошли к Антонию, а он говорит, вы все неправильно отвечаете. Рассудительность самое главное качество. Не научи, говорит, дурака молиться, он до лоб расшибет. Вот так. А другой постился, дошел до того, что уже капельница нужна. И так любое дело. Напомните, вот в житиях, по-моему, святых, или где-то, то ли видение видел, то ли Пахомий, то ли кто-то другой, как монахи, он видел, сколько человек входит на небо. И там из тысяч монахов единицы только восходят на небо. Такое видение было у него. Вы не помните, такое было, или это где-то я придумал? Помню. А так как раз у него и было. Ученик рядом стоял, Памва, говорит ему, душа вошла. Он говорит, нет, подожди. Вот из двери приоткрылась на небо, рука показалась, и душа в эту руку вошла. А он сразу дверь закрылась, он говорит, теперь зашла, благодарим Бога. Ну, что бы ты ни задал, в житиях это все было. И кто их писал, ну, как его назвать, фантастом, писатель такой, с талантом, наручать тебе ни за что нельзя. Иногда считаешь, а зачем это нужно было им? Просто друг перед другом похвалиться? Ну, так как неизвестно, объяснений не дается. Ну, и делать, подражать ты не можешь. Это примеры не подражания, а удивления, как говорят цветы. Они рекорды ставили. Сколько человек продержится, не спать? Ну, сколько? Часов-то не было. Ну, интересно, как они через верх накидывали это, пищевку там, нитку, и за нее привязывали камень. А по тканям кадушка с водой и зажигали свечу. А свеча прямо прикасалась к этой нитке. И когда она догорала до самого конца, где пересечение с ниткой это было, нитка наискосок кверху шла, но она перегорала, и камень падал в воду и булькал, и он просыпался. Это часы такие были. Голь на выдумку хитра. И вот они все это выкамуривали, придумывали. Ничем это не объяснимо. Почему это нельзя? Нету этого. Проходят девять уже столетий, тогда только начинается Петров пост. Там восемь столетий. А что, в восемь столетий не спасались разве? Ну, у них больше ничего не было. Евангелия не знали. А только вот из пяти чувств главное предпочтение отдавалось языку. Ну, имеется в любую не глаголость, а вкушать. Ну, раз Библия, переписать Библию стоило 20 лет рабочего, то получается она была вообще мало, ну, ее не знали люди и не могли даже знать, даже если бы ее захотели. У священников ее даже не было, потому что она была очень дорого. Ну, понятно, спрос какой. Не считали. А почему не переписывали? А чего он будет переписывать-то? К свиткам-то никого не допускали. А это главное, на благовестие. И поэтому они что-то говорили, что неизвестно. А вот он там был в плену, Гури, и он там изучил язык татарский, и дальше чудо. Его отпускают, он говорит, не пойду, пока всех не отдадите пленников. и они отдают ему там сотни, тысячи, и он уходит. Ты можешь не верить, никто тебя не заставит. Это не Библия. Сергей, тут вопрос, тут надо уточнять. Венчанный, невенчанный, верующий там был, неверующий. Так просто непонятно, как ответить на этот вопрос. Вот спрашивать надо Виталия Калиника, его друг там, или кто, Сутармин Валерий. Они застряли на этом стихии и дальше не идут. А меня сегодня один человек к людям даже не причислил. Во как. А как вы узнали? А так выступает на Центральном радио и говорит. Вот такой был там у них, заведовал на Останкинской башей, листьев, которые застрелили-то. Его, не было человека, который его не знал. Не было человека. А я, разве не человека, я не знал про него. Я так и решил, что он меня в число людей уже не запишет. Не было человека, который не смотрел телевизор. Я не смотрел. Не было человека. А если я был, так я не человек. Я сам ходил и целый день улыбался. Я не знал, кто такой Лисик. Серьезно. Там немного о Игоре Талькове слышал, но только слышал. И по сей день не знает, кто его убил. Два убийцы на третьем этаже листьев жил, показывает, как он здесь вот шел. и они прямо выстрелили в грудь, в голову. Я слышал, как говорят люди, за что. Но ни ограбления не было. У нас с собой сразу полтора, полторы тысячи долларов было, там тысяч двести денег. Ну, видимо, неделиминированных еще. И вот сейчас отмечают. И там выходит Ельцин и просит прощения, что мы не могли его сберечь. Не знаю, серьезно это или нет. Игнат Тихонович, вот вы уверовали, да, там, 23 года. Через сколько лет вы поняли, что вы поняли? Я уверовал в 2 года. Евангелие получил в 23 года. Я без Бога. Да, по Евангелию уверовали. Но? Через сколько лет, вот сколько у вас вы должны были прочитать, через сколько лет вы поняли, что монашество, вот в том виде, в котором оно есть, оно, это человеческое, это не от Бога. Это ведь надо было, это мало кто понимает это. Ну, я не могу сейчас сказать, записи у меня нету, но я как только считал о благовестии-то, и что через слово обращаются, я считал и понимал. В первые 3 месяца меня уже выставили за кафедру проповедовать. Я переписывал, как свободные часы, я сидел, переписывал и переписывал. Сколько адресатов? Примерно 32 адресата было, с кем я был близко знакомый, на корабле работал. Я переписывал там с чемоданами. Я думал, что обратятся, ни один не обратился, не считая домашних. А домашние обратились, поверили, 5 сестер моих, братья, и трое-то я с ними вместе, а двое-то они пили и курили. Они не поверили. То есть не отрицали. И оба внезапно скончались. Но как вот, я вот именно, почему? Вы же читали Иоанна Златоуста, других святых отцов. Вы видели то, что явно Бог им открывает это, какие великие люди, святость какая у них была. И это у вас не входило в противоречие с тем, что монашство это не от Бога. Как вы это смогли сочетать? Я предполагаю, что оно и не от человеков. Не только не от Бога, но и не от человеков. Я для себя это имею. Такую беду сотворили. Сегодня разговаривал с мусульманином. Я говорю, если вы не сидели в заперти там, монахи-то, вы бы в православном были 2 миллиарда. А теперь враждуете на христиан. А что они накворили-то? Миллиарды остались. А если бы день и ночь шли к тем людям, такие восприимчивые были? Мне это никто не говорил. Я не считал. Я считал и сразу это чувствовал, понимал и видел. И чем больше считал, тем больше число свидетелей было, которое подтверждает то, что я говорю. У меня есть такое изречение. Монашество в том виде, в котором оно к нам пришло, которое есть, принесло вред, может, сто крат больше, чем коммунисты, фашисты, масоны, вместе взятые. Игнатий Тихонович, а вот расскажите, как рождались ваши стихи? Вот вы говорили, что без одной помарочки написаны все стихи ваши. А вот как вот все-таки они рождались? Долго ли? Может быть, даже какое-то время определенное на один стих, как затраченное, скажете? Или как-то спонтанно? Кто математикой хорошо занимается? Запиши цифру. 3467 стихотворений. В течение 9 лет все написано было. В течение этих же 9 лет, маленько смещенное, 9 лет, вот эти книги написаны 38 в бумажном варианте, еще 7 в электронной версии. Стихи у меня, это 4 тома по 800 страниц. Заполнено все, 42 строчки. Все по 9 куплетов, 3х9, 9х4,36. А остальное эпиграпы из Библии. Я могу показать. Меня видишь, сейчас нет? Оля, меня видишь? Да, да. Смотри на меня. Мы стоим на молитве. Мы благодарим Бога. Я молюсь, и в это время у меня как бы строка проплывает. Как бы, я не вижу ее, она как бы. У меня лежат ручки и бумага, я сразу ее записываю на молитве. Все, больше мне не надо. Как только закончили молиться, я беру ручку и одним махом 35 строчек дописываю. Иногда бывает в день до 4 стихов заходило, вот так вот. Хожу и вдруг, как передо мной что-то есть. Я сегодня на это смотрю, ничего нет моего там. И говорят, а на кого похожи ваши стихи? Примерно. Я уже знаю поэтов, примерно 500, 500 знаю. Заграничных это. Это Бальмонт. Константин Дмитриевич. Бальмонт. Примерно на него. Такая легкость, всеобъемлющность. Ну, я знаю стихи. Как он писал. Одна из в мире красота, любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас распятого Христа. Запомните, Бальмонт. Аминь. Я никому не подражал. Я просто, когда издавал поэтов, я увидел, на что мои стихи похожи. Я их и стихами не называю. Я называю... Все четыре книги называются «Проповеди в стихах». Ну, вот я однажды попал в литературный институт в Москве. Ну, выше его нету организации. И там давали стихотворение почитать одно. Курсы вел Лев Ашанин. Зарядите Лев Ашанин, увидите. Я одно стихотворение прочитал, когда ехал в Москву и написал. Дорогой там цыгане сели, подсели. И что они делали? У меня сразу стихотворение написалось про цыган. Вагон оцепился, у меня про вагон. Проезжая мимо, роща сгорелая. У меня горелые рощи. Мужик распоясался и начинал там с бабой требовать. У меня сразу стихотворение написалось. Три-шесть строчек. Притом, все стихи, а это продают бумагу, 500 листов. Это 7 пащек полных. Исписано моей рукой карандашом и ни одной по марке. Нигде нету, чтобы я перечеркал, как Пушкин там 10 раз перечеркивает. У меня написано, и я хочу исправить, и оно не получается. Вот и всё. Поэтому я их своими и не считаю даже. А вы в то время увлекались поэзией? Раз вы так много поэтов знали, значит, вы увлекались, да, Игнатий Тихонович? Я увлекался, когда я в первом классе был, первое стихотворение написал. Отец давал там это, по одному овечке, а мне телёнок достался. Но я про телёнка про этого написал стихотворение. Как он бумажки подбирал, ел? Я считал, это сейчас не могу сказать о ком. Просто о ком каждый римский. Он первое стихотворение написал про моё от стихотворения музыку положил. Пятилетний или шестилетний няне посвятил. И оно считается, ну, такое детское пеликанье, но возраст какой. Позже, когда уже я писал отцу, один куплет могу сказать. Как в басне надобно ж беде случиться, служить греху, смертельно я устал. В мечтах меня ты видел коммунистом, а я нашёл воскресшего Христа. Это я отцу стихотворение писал. Да, сильное стихотворение. стихотворение где-то восемьдесят с лишним напел Виктор Николаевич. Вот так. Я ещё раз говорю, я не называют поэтом, меня писателем, я голову только могу опустить. ну какой я писатель, какой я поэт. Но, когда я тут беседовал, главный поэт Алтайского края Марк Иосифович Юдалевич, еврей, он, как называется, секретарь, писатель, он моё стихотворение одно только прослушал, такие глаза сделал, а что же вы не печатаетесь? Я говорю, а где? Надо, я сам издам. Хотя стихотворение и проще расходились по газетам. И что интересно, вот у меня взяли стихотворение, издали, написали, и мне приносят, я намертво отрицаюсь, не я писал. Ну как, ну, ну бывает плагиат, воруют, у меня стихи воровали и сами подписывались. Ну я говорю, ну и пускай, только делов-то. А здесь меня интригует, вот такое стихотворение вы знаете, приехали, газета Радонеж, Радонеж это такое там великодержавное, и прочитал, и кто, и епископа Евтихия, родной брат Михаил. Я говорю, нет, я не знаю, ну знакомое там содержание, там он там внизу показывает, Лапкин Игнатьев, с чего ради. Ну бывает иногда стихи написаны, и кому-то определенно прямо, тут уж деваться некуда, я соглашаюсь. вот все это странности и странности необъяснимые, хотя можно и объяснить. Одна из характеристик ваших стихов это уникальный словарный запас. Я когда начитываю и вот эти вот слова такие необычные в каждом стихе какие-то новые слова, то есть я как бы пополняю свой словарный запас, просто неизвестно. Все поэты, с кем я встречался, все говорили, у вас не просто безграничный словарный запас, как вот у Солженицына. Ну и меня тоже Солженицына называли, ой, к нам Солженицына привезли. И слова эти вот откуда они берутся, как я вот сейчас слушаю, Сергей Павлович считает, он с выражением так, ну я стою и слежу. И вот уже последняя строчка не признаю своим, настолько это выше. Раз, внизу моя подпись. Надо же так. Настолько там глубоко заложено и слова, которые не рифмуются, я их пинками загоняю в рифму. И притом не менее удивительно, что нет ни одной помарки. Нет. Ну вообрази, пачка, 500 листов, 7 пачек, одна на другую положи. Исписаны сверху до низу моей рукой. И все стихи я сам печатал. А кому дашь, что он и слова эти не знает. Сергей Павлович, он считает, а Виталий коленником стал считать, и давай ко мне обращайся. А в каждом стихотворении слов 5, значения не знает. А слова знает, не поймет, а куда их прилепить, о чем они говорят. когда я объясню, о, вон как. Даже Добунов и тот с третьей попытки брал. Больше всего этот Добунов их понимает. Я ни к себе не беру, это благодать Божия или что? слава Богу. Да, когда человек слышит, очень сильно касаются. Они бескомпромиссные, пророческие, по Писанию, конкретно видеть, ни перед кем не нагибая головы. В пророческом духе все стихи написаны. Ну все, наверное. Игнатий Тихонович, а Виталий Конейников куда делся-то? Виталий-то не знаю. Он не пишет, а я где узнаю? Нет его? Где-то не видать. Ну, говорит, у него тема была взята семья, и он сам взял ее, ему интересно это. Но все еще ничего нету. Теперь насчет разбора Вячеслава надо подумать. И надо двум человекам помочь. И особенно Ткачев здесь или нет он, Вячеслав. тему его не озвучивать, не знать, но хороших часов дать хотя бы два, чтобы они сколько есть стихи, разрубили на три части и каждый насчитывал. Ну и каждый скидывал. Там без выражения считать нельзя. И даже вопросы вот эти, когда я отвечал на стоя за капель в университетах я, конечно, их раздадориваю. А почему до вас никто не делал? Потому что я не родился. Ой, за кого вы себя выдаете? Кто? Щерб, лоб, вошь. Доволен? Игнать Тихонович, вы говорите про стихи свои или что? Да. Ответы, вопросы и ответы. Не стихи уже. Я теперь перешел на вопросы и ответы. Вопросов и ответов, ответы, которые я даю, никому не ответить. Никому. По крайней мере, даже признаков-то на то нет, чтобы ответили. ни у Осипов. Все вместе собраны, они ни один вопрос не будут отвечать. И это знает Сергей Павлович. Каждый вопрос я разбираю патриарха. Они хоть один вопрос его разбирали? Не один. А я разбираю патриарха Алексея II, Кирилла Гундяева. Вопросов по 60. Митрополита Старобряческого, Козлова. Вот сейчас ну там кого-то и конец. Юрасова. Там вопросов 400, наверное, у него. И на все вопросы даю разбор полный, как он отвечал и как надо было отвечать. А он знает, как ему книга была прямо в тумбочку положена. Но самое-то немало интересное, что он, зная все, я от него даже щепки не оставляю, полностью всего растеребил. и он не обиделся и все время поздравляет с праздниками. И приезжал в лагерь сколько раз. Они имеют свободу во Христе, а вы имеете ее, поэтому не повторить никому. Ну, по стихи, там уже я не говорю, это уникальность. А вот вопросы, ответы. Кто считает? Ты это понимаешь сама? Ты считала? Ты видела на каком подъеме? Конечно, понимаю. Их нельзя ответить. Никого нету, кто бы ответил. Даже самый близкий мне человек, который имеет там высокие звания, там, и кандидат, и богословие, они не ответят. А почему? Андрей Кураев сказал. Игнатий говорит, ни на кого не смотрит. Ему разницы нет, собор, не собор, Слово Божие так говорит, и на этом все. А мне, говорит, не все равно. Я думаю, что скажет епископ? Если взять все вместе, которые выступают, Ткачев, там, другие, которые, ну, есть же люди-то, Осипов, обвинений, про них половина нету, сколько на меня. И обвинения-то все имеют основания. Как я говорю о мощах, о монашестве, о священстве, о патриархии, о соединении. Там не критика, там документы. Я сейчас даже не могу представить, где же я добивал эти документы. Стало книги из документов. Ну, и да, я связующие слова говорю. Никогда не написать им. Я простые вещи говорю. Вот у нас проходит трехтомник Блаженного Африкелакта. Почему за 900 лет ни одного комментария не было? У меня здесь 297 комментариев. Почему вы не выделили слова? Я против каждого стиха поставил стих, и названия книги такого издания не было. Оно не просто уникальное, оно единственное. И возьмите вот канон Андрея Критского будут читать. Считает 1100 лет, несместно. Я его переделал на три части, ничего не меняя, и показал, что он написан для оглашенных. А вы считайте, причащайтесь и считайте его. Дальше прошение. Помилуй мя Боже, помилуй мя. А теперь благодарный. А теперь словословие. Помилуй мя Боже. А дальше благодарите Господи. Это же самое. Все, все абсолютно чудеса, какие поминаются, ничего не меняя. По ступеням возвожу выше. У нас первый раз прослужили, домой никто не хочет идти. Сидят в трапезной, поют и поют. А как вы узнали, что надо? Не могу объяснить. Я понял и разъяснение нашел, почему он его написал такой псалом. Я исследую канон. Я исследую и нахожу. Вот почему они так говорят? Как беседовать с мусульманами? То, что я вот это избрал пятую суру 47-66 аят, никто не брал никогда. Даже нигде не нашел. А мне больше ничего не надо. Мне достаточно показать, что мы признаемся люди писания. Он начинает дальше, а я говорю, что ты топчешься на моем писании? Когда утверждено в вашей книге. Я вашу не трогаю. У меня абсолютно другой подход. Я тщательно исследований нашел, что они не знают своей книги. И поэтому мне не надо ни провергать, ничего не надо. Кого провергать? Они не знают. Не знают. Мне не надо о ней говорить. Мне надо говорить только по писанию, строго. И показать, что мы христиане, люди писания называемся. Это у меня собственный подход работу с мусульманами. А какой результат? Бог покажет, какой. Но возражать ни один не может. Вот я сравниваю Соломон и Сулейман. Один и тот же? Один. Авраам и Ибрагим это один и тот же герой? Один. Даут у нас и добит. Один-один. Почему у Соломона у нас три книги, у вас ни одной книги, ни главы, ни стиха нету? Почему? Сразу гляжу, забегали глаза. Почему от Авраама ни одного слова не сохранили? У нас книга Псалтери, у вас даже на Псалмонету хотя берете считаете Псалмы. Ответ один. Тот, кто это писал, он не имел книги, откуда списать, а брал все на слух. И тот, кто им составил их книгу, человек был живой, подвижный. Как говорят, харизматичный. Но он не имел книги. И на слух, что взял, то и взял. И допускал грубейшие ошибки. Считал, что Мария Дева, родившая Христа, родная сестра Мариями, сестры Моисея. А между ними полторы тысячи лет. Вас плохо видно, поднимитесь. Давай, я встану сюда. Вот как. У меня абсолютно особый подход к ним. И они не возражают, они убегают. Притом, я не трогаю их. Я не называю слово Аллах, не произношу. Мухаммад и Коран вообще не произношу. Но среди своих могу сказать. И они это понимают. Они меня записывают. Где вы живете? То есть узнают, где живешь? Я все называю. Кто-то угрозы какие-то звонят. Я не знаю ничего. Я делаю то, что Бог мне назначил. Игнатий Тихонович, а вот у мусульман Иса... Еще не слышно. У мусульман Иса у нас Иисус Христос. Между ними возрастные, возрастная разница какая, чтобы... Не какая, это совершенно другой. У них он пророк, а у нас второй лист от Роицы. Все, вопрос снят. У них не умирал, а у нас распятый. Нет, чтобы их обличить с ними в разговоре... Георгий, я как раз не из тех, которые обличают. Я должен засвидетельствовать. Я ему говорю, вот считаем первое послание Иоанна. Рожденный от Бога не грешит. Рожденный от Бога не может грешить. И кто не признает Иисуса Христа пришедшего во плоти, есть дух Антихриста. Я им защитую эти места. И вы сами решите, что к вам относится, когда явно говорится про них. Особенно Галатам 1,8,9. Ну, явно. Анафема им со всех сторон. Но я не говорю это им. Я считаю, говорю, вы сами решите, относятся к вам или нет. Я не настаиваю ни на чем. Я просто свидетельствую. Написано, и поведут даже пред судьями для свидетельства. Это, в это я уверовал. Считаю, я понял, что абсолютно неправильно миссионеры делают, считают, и абсолютно неправильно. Вот мне Господь позволил издать симфонию на неканонические книги. Но они же издавали, да, издавали. А вы знаете, сколько раз? Три я нашел, три издания. За мировую историю на русском языке сектанты, протестанты ее не признают. Я увидел, она составлена непрофессиональная, неполная. И вручную начал делать. Вручную. Это все понимают, это не сделать. А Господь позволил на пять книг сделать. А когда уже появились тут программисты, они помогли. Это Виктор Петеримов. Программисты были. У них работа не заладилась сколько раз. Терялась, мы заново начинали. Корректор всегда один-два. А на эту книгу, она меньше других по объему, 18 человек корректировали. И не могли кончить, бросили. Пришлось самому заканчивать. Составитель Лапкин, корректор Лапкин и вот и все там издатель Лапкин. А можно лучше вашей создать? Нельзя. Я взял самая вершина. Ой, вы как о себе думаете? А я о себе вообще не думаю. Я знаю. Если знаете, мои вопросы, посмотрите, как отвечают Осипов, Смирнов, Ткащев. Даже близко нет этого. Притом, у меня на первом месте Слово Божие. Почти на каждом вопросе бывает 5-10, а то и больше ссылок на Библию. Конкретно, Святые Отцы, книги, указания страницы, документы, страницы. Вот они говорят, выступают. Он не поговорил, Осипов, все ушел и зарастаял. Напечатано ни у кого нет. У меня под номерами каждый вопрос. 4 124. Как оно звучит? Какая книга? Том. У них ни у кого нет этого. Они имеют большое образование. У меня-то нет ничего. У меня никакого нет образования гуманитарного, религиозного. Я все добывал саваукам. Ну, еще, наверное, милые мои, пора расставаться. Уже 40 минут, наверное. Спасибо, Христос, вас, Игнат Детипович. Слава Иисусу Христу. На меня говорили, что я против молитвы за умерших. Не верьте в это. Это ложь. Я все время молюсь за умерших. И если я умру, кто расположен, и будете молиться, я буду только благодарен. Да, и аминь будем, конечно. Ну, да, тут православные, это тут будут молебны заканзывать, благодарственные, сводосвятием. Да, завтра же вот всемирные это Радонеж-то идет, или как не Радонеж? Родительская суббота. Да. Ну, давай, Сергей, молись. Тут я остальных-то не вижу, кто там есть-то. Кому сказать? Поистине достойно прославляю тебя, Богородица, всегда блаженна, непорочная, Матерь Бога нашего. Ты достойна большей почести, чем Херувима, и послави своей несравненно выше Серафима. Ты без болезни родила Бога Слово, и как истинно, Богородица, мы тебя величаем. Я сейчас смотрю. Если нет, Андрей Ложкин, пусть помолится. Вот, смотрите. Ну, тут написано зелененький, Андрей Ложкин. Где он там, вытащить его? Нету его. Нет. Ну, Вячеслав Скачев, пусть помолится. Нету его. Ну, пускай Дмитрий Лемеш. Которые вот здесь, которые, у которых только вот этот, перечеркнутый вот этот, микрофон, значит, они здесь. Ну, я кому говорю, нету, говорят. Ну, я же сказал кому. Дмитрий Лемеш. Их вообще нет. Ну, я же демонстрацию экрана, то, ну, вот он список, то, ну, выбирайте. Ну, Олег Бушила, пускай помолится. Вот, здесь. У него нет микрофона. У него нет микрофона. Ну, Марина Михаилевна, пускай помолится. Благодарю. Игнатий Тихонович. Благослови душа моя Господа. Хвала Тебе, Господи, Иисус Христос, за промыслительные встречи с людьми в интернете. Кто создал интернет? Бернес, Тим Бернес Ли, Мартин Купер. Благодарю за то, что я в телефоне смотрю вас. Ты позволил собраться нам возле слов Твоих. Благодарю Тебя, Господи, за Святую Библию, за толкование Святых Отцов. Господи, да не осуди нас по беззакониям нашим, но да сотворись нами по милости своей. Тебе, Господу нашему, хвала, честь и поклонение. Аллилуйя. Аминь. 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 Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Аминь. 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 Спаси Христос. Аминь. Аминь.